Актёры с фейковыми акцентами, которые вы считали настоящими. Копировать акцент непросто. Завораживает смотреть, как голливудские звёзды с лёгкостью копируют разные акценты. Они делают так, что вы забываете их истинную речь. Том Холланд Да, ребята, к сожалению, ваш любимый Человек-паук может оказаться не тем, за кого вы его принимаете. Первый раз он мог создать о себе впечатление в «Мстителях». Том Холланд родом не из Америки. Он из Великобритании. Он очень хорошо играет американца. Он работал с тренером Риком Липтоном, чтобы поставить акцент. Сейчас он запросто может переключиться с британского английского на американский. Однако иногда даже сам Том не знает, какой акцент ему задействовать. Когда снимали «Человека-паука», Том немного стушевался и начал сцену с британского акцента, а съёмочная группа даже не заметила. Затем сцену пришлось редактировать, чтобы никто не узнал, откуда Том родом. Марго Робби Марго Робби захватила Голливуд благодаря множеству своих талантов. Один из них нас постоянно удивляет. У неё очень реалистичный американский акцент. Внимание, спойлер! Марго не американка. Она из Австралии. Её бруклинский акцент в отряде самоубийц очень реалистичный. А её американский акцент в «Волке с Уолл-стрит» заставил фанатов думать, что она из Нью-Йорка. Тренер по постановке акцента сказал Марго, что ей нужно представить, будто её ногти залиты гель-лаком, и они ещё не высохли. Это и помогло ей говорить с бруклинским акцентом. «Я постоянно двигала руками, и у меня получилось создать такой акцент». Американский акцент оказался для неё несложным, а вот британский, как для жительницы Австралии, был сложноват. Вы могли слышать её в фильме «Две королевы» и в фильме «Терминал». Марго сказала, что некоторые слова не поддавались американскому произношению. Это были слова «дом» и «нет». Но, к счастью, Марго справилась. Роберт Дауни-младший Кажется, будто Роберт играет самого себя, когда он снимался в «Железном человеке» киновселенной Марвел. Да, возможно, это из-за того, что он, как и Тони Старк из Нью-Йорка, однако Роберт Дауни-младший может примерять разные акценты, совсем не американские. Его британский акцент в Шерлоке Холмсе был бесподобен. Для фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» Роберт сыграл с Уэльским акцентом. Если вы никогда не видели Тони Старка, то вы могли подумать, что британский акцент родной для Роберта. Милли Бобби Браун Мы знаем её по сериалу «Очень странные дела», поэтому забываем, что она не американка, и у неё нет никаких особых сил. Мне было сложно смотреть на саму себя. Очень сложно. Ей очень легко даются акценты. Она удивила весь мир, заставив поверить, что она из Индианы. Она родилась в Испании. Её родители были британцами. Как же ей удалось добиться американского акцента? Милли говорит, что ей помогли советы при просмотре Ханны Монтаны, а также слушание речи американских подростков. Я осмотрела Ханну Монтану, и там было совершенно другое звучание. Мы были очень удивлены, услышав в интервью, что на самом деле она британка. Роберт Паттинсон Роберт ходил на актёрское мастерство в лондонском театральном клубе в его родной Великобритании, когда ему было 15 лет. Спустя три года ему пришлось использовать родной акцент, когда он играл в «Гарри Поттере». Однако в «Сумерках» он убедил нас, что он американец. Он был не только необычным подростком, но ещё и вампиром. Какой акцент Роберт выберет в следующий раз? Как насчёт французского? В фильме «Король» у Роберта получился очень странный акцент. Пользователи Твиттера писали, что французский акцент Роберта великолепен. Он сказал, что основывался на акцентах французских дизайнеров, которые одевали его от Диор. В течение долгого времени Роберт подавлял свой британский акцент, когда только-только переехал в Лос-Анджелес. Некоторое время он притворялся американцем, так что игра с акцентами была будто создана для него. Кэтрин Лэнгфорд Другая актриса, которая обдурила нас всех, это актриса сериала «Тринадцать причин. Почему?» Все будто бы родились в Америке. Постоянно слышу американский акцент. Она сыграла две роли в сериале. Удивительно, но на самом деле Кэтрин из Австралии. Она собирается задействовать американский акцент в сериалах Netflix и в других ролях, например, в фильме «Достать ножи». Там она играет американского персонажа по имени Мэг. Дейкер Монтгомери Тоже австралиец, и также заставивший всех нас поверить в то, что он из Америки. Его американский акцент в очень странных делах такой убедительный, что люди позднее были в шоке, когда узнали, что он из Австралии. Дейкеру очень помогла учеба в Западной Австралийской академии сценического искусства. Там он работал над разными акцентами с тренерами. Его акцент был очень точен в «Могучих рейнджерах» 2017 года. Сейчас, слушая его интервью, мы понимаем, что он из Австралии. Кэй Джей Аппа Вы думали, что видели все, но это может по-настоящему вас шокировать. Он наш любимый рыжеволосый американец из сериала «Ривердейл». Но, как вы догадались, он совсем не американец. Он из Новой Зеландии. Однако его американский акцент настолько реалистичен, что вы можете не расстраиваться, если его не заметили. Самое сложное для меня – это сказать «девушка». Я знаю актеров, которые сталкиваются с такой же проблемой. Сирша Ронан Эта актриса известна тем, что она играла и американский, и британский, и немецкий, и польский диалекты. Она – королева акцентов. Ее роль в фильме «Ханна. Совершенное оружие» убедила нас в том, что она немка. Хоть она и родилась в округе Бронкс, в Нью-Йорке у нее довольно неплохой британский акцент, а также ирландское гражданство, о чем мы узнали после ее интервью. Однако ее самый убедительный акцент – американский. Мы оценили ее роль в «Леди Бёрд» 2017 года. Однако в фильме «Маленькие женщины» 2019 года Сирша предстала пред нами с американским акцентом. Если у вас не получается произнести ее имя, попробуйте другой акцент. Питер Динклейдж Фанаты «Игры престолов» постоянно забывают, что Тирион Ланнистер, он же Питер Динклейдж, на самом деле американец. Он вырос в Нью-Джерси, ему пришлось усиленно поработать над акцентом для «Игры престолов», так как он был единственным американским актером. Вы можете помнить его американский акцент из фильма «Эльф», а также по роли в «Люди Икс» дни минувшего будущего. Однако спустя 8 сезонов «Игры престолов» сложно поверить, что он не британец. Лиам Хемсворт Во многих ролях мы слышали его американский акцент. Он так убедительно играет американцев, что нам было сложно поверить в то, что он австралиец. Лиам играет своего персонажа Блейка во второй раз, на этот раз с родным австралийским акцентом. Это просто сбивает с толку. Окей, Лиам, это твоя работа как актера. Врать нам. Карен Гиллиан Она играла в «Стражах галактики» и в «Мстителях». Видя ее, вы можете подумать, что она не американка, а инопланетный робот. Вы могли видеть и слышать ее в фильме «Джуманджи» «Зов джунглей». Там она играла с американским акцентом. На самом деле Карен из Шотландии. Карен шокировала нас в интервью и личных видео, когда нам довелось узнать, что она из Шотландии. Кристиан Бейл Некоторые актеры перевоплощались так много раз, что мы даже не помним, как они выглядят и звучат вживую. Кристиан Бейл известен тем, что в своих ролях он меняется до неузнаваемости. Он получил премию «Золотой глобус-2019» за игру в фильме «Власть». Он так убедительно играет своего персонажа, что мы едва его узнали. Когда он получил премию и начал говорить, многие были шокированы. Его вэльский акцент вылез наружу, и мы вспомнили, что он не американец. Вам тоже нужно поднять челюсть с пола прямо сейчас? Идрис Эльба Этот актер невероятно талантлив. Он дурачил нас долго-долго. Когда он играл в сериале «Прослушка», люди были уверены, что он из Штатов. Он настолько убедительно играл американский акцент, что даже режиссер не знал, что Идрис не американец. Когда мы впервые услышали его речь вне сериала, мы были ошарашены его британским акцентом. Надеемся вновь услышать его американский акцент в кошках. Удивили ли вас какие-нибудь голоса актеров? Возможно, вы знали, что кто-то из них не американцы. Но вы не знали, откуда они? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok